Нашим зрителям и нам с тобой в том числе крупно повезло, потому что утро нашего дня начинается с песни как раз. И Сидоренко Анна прямо сейчас с нами на связи. Это солистка ансамбля «Джаз-рандеву» Крымской государственной филармонии. Прославленного ансамбля Крымской филармонии, который побывал во многих странах. Анна, чем вы нас сегодня порадуете? Чем украстьте наш эфир? Здравствуйте. Сегодня я хочу для вас исполнить песню о том, что радость, любовь и хорошее настроение сделают людей счастливее даже, короче, материальные ценности. Передаем вам, так сказать, слово неправильно, ноту, наверное. Это будет Наталя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Анна, большое вам спасибо. Вы спели на английском. Могли бы хотя бы в двух словах рассказать, что содержалось в песне? Это была песня «Зад», и она была на французском. И выбрала я ее не случайно, так как карантин – это время начать заниматься чем-то новым. И вот, например, я снова вспомнила французский, который учила в школе. Тему безумно рада. И вот сейчас, как случается, мы же время изучения французских песен. Анна, вы абсолютница? Да, это время достаточно хочется, нравится, любит друг друга. Это очень важно. Вы абсолютница? Нет, абсолютница не абсолютница. А как вы ноту ля отсчитали? Как вы ноту ля отсчитали? Я издала себя на фальшиве, Анна. А, ну тогда понятно. Анна, время нашего подключения подходит к концу. Я прошу вас, перед тем, как мы попрощаемся, все-таки рассказать телезрителям, как можно размять голос с утра. Как вы это делаете? Лучшая разминка, как я считаю, это звук от субботы. Там разминаются и ноги, и тело, и голос. Потому что тут есть команда. Там остается с ней. А если серьезно, дыхательное упражнение, либо самое дональное, что вы это делаете на любом выступлении. Спасибо вам большое за то, что порадовали нас в это непростое время. Все-таки песня, она и строить, и жить помогает. Спасибо еще раз большое. Я напоминаю, что на связи у нас была Анна Сидоренко. Это солистка ансамбля, джаз-рандеву Крымской государственной филармонии. Бодрого утра и, конечно же, продуктивного дня вам, Анна. А самое главное, здоровья.